Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим, и многие из вас говорят, что я похож на мексиканца, поэтому... Дорогие мучачос, приготовим начос! К начосу мы приготовим мой любимый соус, который называется сырный кесо. Остренький, ага. У меня здесь кукурузная мука. Примерно половину от кукурузной я добавляю пшеничной, чтобы... Ну, вы понимаете, да, кукурузная, она не такая клейкая, а пшеничная клейкая. Поэтому они дополняют друг друга, и будет норм. Я добавляю мою любимую специю, это орегано. Для цвета я добавляю паприку, естественно, соли и растительного масла. Ну, так, столовую ложечку. И водички, миллилитров соточка, наверное. Сейчас потихонечку решим, сколько добавить. Что-то я паприки прям от души, да? Давай еще чуть-чуть блесканем. Серьезно, я делаю на глаз. Ну, вот на глаз, в принципе, получилось то, что я хотел по консистенции. Такое мягкое тесто довольно. Может, еще немножко муки добавлю. Еще немножко вмешаю кукурузной. Ну, и вот в итоге тесто получается, как пластилин. Я, как любому тесту, дам 15 минут ему отдохнуть, чтобы там клейковина, все дела. И потом будем делать уже начос. Я добавляю еще кукурузной муки. Здесь я буду раскатывать на своем грязном коврике. Что-то он у меня подгорел в последний раз. Чтобы раскатать тонко, лучше сверху вот так пергамента долбануть, чтобы ничего не прилипало. И раскатываем как получится. В принципе, нормальная толщина. Давайте подровняем немножко края. Теперь делаем треугольники. Я это, естественно, делаю на глаз. Никаких линеек. И теперь вот так вот по диагонали. Вот так вот. В принципе, у нас получились треугольники. Кое-где я не попал в перекрестье. Но, тем не менее. Ну, вот я наотделял начос такие. Ну, своего рода паста получается. На самом деле, я неправильно делаю начос, потому что начос, по сути, это уже готовая кукурузная лепешка, из которой там подсушили, поджарили и подали вместе с соусом. Я лепешку не делаю. Я делаю тесто. Для лепешки, в принципе, из этого можно легко сделать тортильи какие-нибудь. Вот. И, в общем, какой способ я выберу приготовление? 99% рецептов в интернете советуют это делать в духовке. Мне кажется, это не совсем правильным и не таким вкусным, как сделаем мы. Мы пожарим их в масле во фритюре. Можете не переживать, масло много не впитается, но зато будет реально хрустяще и вкусно. С пузыриками и всяким таким. Я нагрел масло для фритюра, и можно закидывать, жарится наш начос. Естественно, это стоит делать частями. И когда подзолотились, можно достать и положить, например, на какую-нибудь салфеточку. Наверное, обратили внимание, что тесто вздувается изнутри, но не все кусочки, но большинство. Это связано с тем, что мы готовим не с готовой тортильи, которая уже подвержена тепловой обработке, а из-за того, что вот сейчас воздух выходит из теста, и он создает эти пузыри. На вкус это, естественно, никак не отразится. Скорее, наоборот, даже будет прикольней, потому что будет больше хрустинок. Наши начос готовы, они вкусненькие. И теперь соус... Извините, что жую. Кесо. Мелко порежем половину луковицы, ну, либо одну средненькую. Можно еще измельчить. Вот эта консистенция лука, она будет сразу в таком виде в соусе. Не каша, но довольно меленько, чтобы было приятно все это чувствовать. Пару зубчиков чеснока тоже измельчу. Можно сразу перемешать с луком. Возьмем помидор. Я вот избавлюсь от косточек. Мне они не нужны. Все это делается довольно просто. Я вот так вот их тупо выдавливаю. Лишний сок. Нарежем просто кубиками. Чили-перец. Тут вообще просто по желанию. В принципе, соус должен быть острым. Поэтому чили-перец должен быть в этом соусе. Уже сколько вы его добавите, дело ваше, конечно. Я вот столько. И главное не тереть глаза теперь. У меня здесь немного растительного масла. Я еще добавляю сливочного. Это просто тупо вкуснее. Не стесняясь, лучок отправляем с чесноком. Резанные помидорчики. И чили-перец. Все это вместе обжарим. Ароматы пошли сразу, потому что там чеснок. А чеснок это очень круто. Мы пока натрем много сыра. У меня это сыр чеддер. Он, по идее, должен хорошо расплавиться, хорошо войти в соус. Но вот заодно и проверим. В принципе, можно использовать абсолютно любой сыр, который хорошо плавится и нравится вам по вкусу. Граммов 300. Когда овощи стали мягенькие, потихонечку будем добавлять молоко. Ну, примерно полстакана молока. Это жидкая основа соуса. Я сразу добавлю крахмала, который тоже дополнительно загустит соус. И хорошенько все буду мешать. Я взял венчик и буду помешивать. Стараюсь, чтобы смесь сильно не кипела. Но если уж закипит, ничего страшного. Но все-таки вот, когда начинает закипать, приподнимите. Не важно, чтобы она выпаривалась. Вот. И уже густеет, видите, да? Уже становится гуще. Это отлично. Давайте постепенно уже будем вмешивать сыр. Естественно, частями. Сначала одна часть плавится, потом еще добавим и так далее. Смотрите, как сразу начинает желтеть. Соус. Вот так вот. В принципе, с огня можно снять или выключить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вкусняшка. Ты испугался? Это, конечно, поджаренный сыр. Это вкусно. Но все-таки уберем со сковородки. Учитывая, что соус сырный, жалеть сыра точно не надо. Он, в принципе, уже вкусный будет. Но добавьте побольше сыра. Это будет лучше. О! Вот это годнота. Ну, я думаю, хватит. Последняя порция сыра. Отличный попался чеддер. Абсолютно прекрасно. Вплавился. Просто огонь. Я дополнительно еще солю соус, потому что я его попробовал. Он солености сыра довольно мало. Поэтому добавлю еще. Зашибись, в общем. Сразу отдаю себе отчет, что сырный соус. Это не тот сырный соус. Вот этот вот крахмальный, например, фирмы Дели Чадос. Или какие-то альтернативы, да. Там ароматизаторы, там загустители. Там другая консистенция. То есть, это такой, это трушный сырный соус, который можно использовать, я не знаю, там, в макароны будет. Мак-н-чиз такой остренький у вас. Вот. По вкусу он будет другой. Честно скажу, вот покупной Дели Чадос мне очень нравится. Вот этот крахмальный соус или где-нибудь там в кинотеатрах, который дают. И, естественно, сами начос тоже будут отличаться. Начос будет прикольней, гарантирую. А вот сырный соус, он так, он другой. Он вкусный, но он другой. Не, ну вообще зашибись на самом деле. Я жалею, что я целый перец не добавил. Соус, ну, чуть-чуть остренький, но хочется побольше. Реально хочется побольше остроты. То есть, кладите целый чили минимум, а лучше и больше. Не, ну что по факту? По факту это вкусно. Стоит ли заморачиваться? Вообще не стоит. Сколько сейчас стоит начос, блин? Эти вкуснее, но вот мне сами начос нравятся больше. Вот такие вот, то есть пшенично-кукурузные. Они не такие вот жесткие, что ли. Не так царапают небо, как вот покупные. Но покупные стоят вот Дели Чадос те же 60 рублей, типа там, ну 100 там окей, да? Ну не стоит морочиться. Либо этих надо готовить впрок, чтобы уже лежало. А вот сырный соус прикольный. Его, во-первых, быстро готовить элементарно. Во-вторых, он подходит не только вот к этому, а еще и ко всему чему угодно. Сырный соус приготовьте. Всего вам вкусного. До скорых встреч. Давай, лимачик, попробуй. Очень вкусно получилось. Главное натуральное, да? Никаких тебе аромочек. Что-то чеддер на самом деле стрёмный. Вот мне кажется, если бы мы сюда какой-нибудь голландский забабахали, чем вот эта вот подделка под чеддер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok